МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели мы расскажем на Брянской губернии. В студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. На этой неделе нас предупреждали о ветре и дождях, об оперативной ситуации, но всё обошлось. А вот о том, что произошло на минувшей неделе, в нашем обзоре. В региональном правительстве представили нового федерального инспектора по Брянской области. Им назначен Афанасий Киселёв. С декабря 2012 года он занимал такую же должность в Орловской области. Из биографии является действительным государственным советником Российской Федерации 3-го класса, почётный работник прокуратуры. Афанасий Киселёв и до вступления в должность был связан с Брянщиной. Его жена и зять родом из нашего города. Я настроен на конструктивную работу здесь в области, в интересах государства и жителей Брянской области. В 26-й раз под Брянском прошёл фестиваль молодёжи «Лесное раздолье». По-разному он назывался в разные годы. Трижды менял дислокацию, но всегда у работающей молодёжи и учащихся было желание попасть на слёт. Организаторы заметили, команды собрались благодаря руководителям своих заводов и организации. Кстати, в этом году в общей командном зачёте победили машиностроители. Всё очень нравится, ребята все сплочённые, дружные, всё очень красиво, хорошо организовано. Во всех сферах должна быть честная конкуренция, а не лоббирование чьих-то интересов. Это единое правило для работы всей своей команды, озвучил губернатор на заседании Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в Брянской области. В развитии экономики, развитии бизнеса не в создании привилегированных условий для одной компании, которая просто наживается на этом, а дальше не развивается, а в создании равных условий. Когда равные условия, тогда тот, кто может работать, а тот, кто рядом, начинает в него учиться. Мы получаем развитие данной отрасли. Вот это называется конкуренция, а всё остальное – это лоббирование. От этого нужно уходить. Губернатор области уверен, решить проблему можно только лишь, ликвидировав созданные административные барьеры. Нужно идти навстречу бизнесу, и он ответит взаимностью. Когда будут условия, тогда будет и эффект. Так мы с Владимиром Вадимовичем были, когда по этой кроликовой ферме. Там нас похвалили. Похвалили конкретно выделение земли и мощностей. Газ, электроэнергия. Почему мы пришли к вам? Потому что здесь мы, как в той же соседней области, когда нужно было ходить по году по два, никто ничего не давал. Это должно быть везде. Ещё один актуальный на сегодняшний день вопрос – работа сельскохозяйственных рынков и ярмарок. Непростую ситуацию в этом секторе представители профильных ведомств списали на сложные экономические условия последних лет и падение объёма товарооборота в целом по стране. Однако такой ответ явно не устроил губернатора. У нас 2014 года, как многие припрываются, кризис, у нас падение. Промышленность в 2015 году дала 13,5% роста. Сельское хозяйство – 13,5% роста. В прошлом году 7,8% промышленности, 8,5% сельское хозяйство. По итогам первого квартала 5% то и другое. А ну-ка посчитайте, сколько в 2014 году получился рост? За 30%? И об этом говорит обоснование бюджета. Поступления остались те же, а бюджет вырос по отношению к 2014 году на 10 миллиардов рублей. Аккуратнее. Ваши слова, когда вы бросаете на ветер, я понимаю, что они на ветер летят. Объяснит тем, что я ничего не делаю. А вот почему? А потому, что у нас всё плохо в стране. Глава региона дал поручение через две недели предоставить отчёт о том, сколько ярмарок выходного дня и рынков, где реализуется плодовощная продукция брянских сельхозтоваропроизводителей, работают в настоящее время. Председатель Брянской областной думы Владимир Попков провёл приём граждан на своём избирательном округе. Жители Камарического и Севского районов обратились к парламентарию с вопросами благоустройства населённых пунктов, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, ремонта дорог. За каждой просьбой стоит живой человек. И мы должны, наверное, понимать, что если мы эти вопросы грамотно рассмотрим и поможем людям, то тогда, наверное, доверие людей будет больше к власти. Коллеги Владимира Ивановича, наши думцы, активно работали на комитетах. Промышленный под руководством Игоря Алехина выезжал в Фокино. Одна из тем обсуждения – обманутые дольщики. В областном центре четыре недостроя. Все дома одного, так сказать, автора – муниципального предприятия «Брянск Горстройзаказчик». Региональный департамент строительства разработал дорожные карты по всем проблемным объектам долевого строительства. Ситуация на личном контроле губернатора Александра Богомаза и у депутатов. По двум объектам объекты будут расселены заново. По двум другим сейчас идет поиск инвестора, который должен завершить строительство, поскольку готовность этих объектов довольно высокая. На бюджетном комитете была озвучена интересная информация. Хотя прошла всего половина года, но все банковские кредиты, которые должна заплатить область в этом году, полностью погашены. Потому что поступили собственные доходные источники, и как и условия соглашения, они нам диктуют о том, что мы должны снижать государственный долг, мы с этой задачей справляемся успешно. На комитете по образованию депутаты подняли вопрос о получении путевок в загородные лагеря. В этом году была опробована форма – выделение через многофункциональные центры, а не через райадминистрации, как раньше. В этой части есть нарекания. Мы сейчас готовим большой материал об этом. Но главное – вовремя исправить ситуацию. На комитете по вопросам Чернобыля депутаты анализировали отчеты по госпрограммам в разрезе своей темы. В этом впервые на миллиардативные работы выделено 109 миллионов рублей. Закон о волонтерстве во втором и третьем чтении дополнительное финансирование спортивных школ, реализация государственных программ в части молодежной политики и спорта. Эти и другие вопросы обсуждали еще в одном профильном комитете Думы. На повестке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту порядка 10 вопросов. После 24 июля будет подписан контракт на поставку спортинвентаря. 10 миллионов выделены на тренажеры, мячи, сетки, стенки. Под программой должно быть написано, чтобы в бюджете Брянской области всегда финансирование эта строчка была. Один из векторов поддержки брянских ячеек общества – субсидия на жилье. В очереди на нее больше тысячи молодых семей. Но в одиночку областной бюджет не справится. И если раньше мы не попадали в федеральные программы, то сейчас есть положительные подвижки. На 2017 год заключили соглашение с Минстроем, по которому было предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в размере 15 миллионов 722 тысячи рублей. Из областного бюджета на реализацию данной под программой было выделено 32 миллиона 313, ну там в пропорции идет. И муниципальное образование бюджета 16 миллионов 408 тысяч рублей. Данное финансирование позволило предоставить социальную выплату 78 молодым семьям, участникам программы. Из них 50 – это многодетные семьи. Безусловно, мы будем пытаться в следующем году увеличить эту сумму. Капитальные ремонты дорог продолжаются по области. Кстати, на сайте управления автомобильных дорог есть интерактивная карта. Ее можно открыть и посмотреть адреса, где идут или планируются работы. Внимание к дорожной отрасли постоянно. Вот выездное заседание правительства Брянской области в Брасово. В прошлом году было построено, капитально отремонтировано 440 километров дорог. Построено два моста. Через реку Десна, которая соединяет советский район с Брянским районом. И решить те проблемы, которые были годами, когда все движение стояло в пробках. И потепроводку, которая соединяет советский район также с фермой Брянской. Планируем выполнить работы по капитальному ремонту и средству дорог около 470 километров всего. Если сравнивать с тремя-четыремя годами раньше, то объем строительства и ремонта дорог вырос более чем в три раза. Хотя бюджет дорожного фонда вырос только на 40%. Это о чем говорит? О том, что те средства, которые сегодня мы имеем, мы рационально и эффективно вкладываем в наши дороги. Но если уже возвращаться назад, то три года назад наш автодор, который был должен 490 миллионов рублей, он был банкрот. А сама отрасль дорожная, были долги почти миллиард. По прошлому году автодор не только погасил за два года свои долги, но он и заработал еще 200 миллионов прибыль. Спустя три недели снова серьезное внушение. Еженедельное совещание в овальном зале правительства. Александр Богомаз постоянно держит дорожный вопрос на контроле. Требует, чтобы успели провести торги, определить подрядчика, чтобы грамотно составляли проектно-сметную документацию. Какие работы? Хорошо. Что можно потом приехать, посмотреть и вас проверить. Не просто так, языком ля-ля-ля. План конкретно ежемесячно по 10 дней, что должно быть сделать. В программу дорожных работ на 2017 год включено 78 объектов регионального значения и 137 местного значения. В Брянске работы идут на 20 объектах. Это улицы и тротуары. И вот что еще значимо. Определяли места ремонта сами жители через своих депутатов. Беженская районная группа парламентариев, кроме других, отстаивала улицу Новосоветскую. План дорожных работ на область верстался в конце прошлого года. Наследство, болевые точки, за год не отремонтируешь. Но беженские депутаты, особенно рьяно, отставили свои улицы. Знают и про Ульяновы, и про аллеи Металургов. До них еще дойдет очередь. Выдернуть на одну дорогу 36 миллионов, это было бы одному человеку очень-очень сложно. Поэтому я еще раз говорю, я благодарю всех депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности. Здесь невозможно было проехать. Работы по Новосоветской начались почти три недели назад. До 28 августа предстоит отремонтировать 2,5 километра дороги. На сегодня уложены 600 метров тротуаров с обеих сторон, сделано три остановочных кармана. По проекту подрядчики меняют плиты на канализационных люках, кладут асфальтобетон. Торги наподряд выиграло предприятие «Брянск Автодор». 60 человек – специалисты с брянской пропиской. Местные жители опасались, мол, слишком хорош тротуар, будет задерживать дождевую воду. Подрядчик заверил. Водоотведение обеспечено продольными уклонами, а вдоль дороги будут лотки. По сливам под пешеходными дорожками вода уйдет в канаву. Пилотный проект «Прямые выплаты» позволил ввести в Брянской области электронные листы нетрудоспособности. Такие больничные подделать и потерять невозможно. Пока что их можно получить в Брянской и Климовской ЦРБ, а также в 9-й поликлинике. При этом возможность получить обычный бумажный больничный останется. Но в фонде соцстраха уверены, через некоторое время больничные старого формата останутся лишь в архивах. Снизится количество посещений гражданами медицинских организаций не по случаю заболевания. На протяжении вот этого года мы практически не получили на карпы ни одной жалобы и недовольствия. Набирает обороты наш новый проект «Самый лучший день». Это не просто программа, это площадка для добрых слов и искренних пожеланий. Вот находим же мы слова для негатива, для того, чтобы обругать человека, облить грязью, часто даже анонимно. А благодарить прям разучились. Но ведь есть же хорошие слова для врачей и учителей, для друзей, соседей, коллег и просто человека, который помог вам в чем-то. Оставляйте заявку в редакции и дарите добро. Мы вам поможем совершенно бесплатно. В субботу в 18.00 и в воскресенье в 11.00. А потом в интернет и соцсетях. Мы готовы поздравить вас с праздником. Оставьте нам заявку по телефону 309-100. Победителями конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 2017 году стали брянские наставники. Лидерами всероссийского профессионального состязания стали Ирина Егорова из Брянска, преподаватель детской школы искусств номер 2 имени Чайковского и Ольга Кудрявцева, преподаватель Новозыпковской детской художественной школы. Выборный марафон в Брянской области набирает обороты. Напомним, 10 сентября 2017 года пройдут до выборов в Государственную дому. На кону один мандат, который стал вакантным после сложения полномочий Владимиром Жутенковым. До 20 июля на этот круг выборов еще можно быть выдвинутым от политических партий. А вот самовыдвижение завершилось 9 июля. У нас кандидатов самовыдвиженцев двое – Андрей Новиков и Николай Бурбыга. Им до 26 июля надо представить в избирком не менее 15199 подписей в поддержку. Другим полегче. За них поручились партии. Это Константин Косоминский, Александр Куприянов, Сергей Курденко, Борис Пайкин, Ольга Мохотина, Владимир Ворожцов, Сергей Маленкович. Есть еще три кандидата, которых заверил ЦИК. Но пока они в избирательную комиссию Брянской области заявления и пакет документов не подавали. До 20 июля есть время. Точный список тех, кто будет в бюллетенях выборов в охотный ряд, мы узнаем только после 6 августа. Также готовятся выборы по 6 и 18 одномандатным округам в Брянскую областную думу. На участие уже заявились 11 кандидатов от четырех парламентских партий. Патриотов России, а также самовыдвижение Штылев. Для региональных довыборов 10 июля был последний день подачи документов. Все кандидаты открыли избирательные счета и могут вести полноценную избирательную кампанию. Заниматься агитацией, изготавливать баннеры, печатать листовки, готовить брошюры. Агитация в СМИ и для областных кандидатов, и для тех, кто желает сменить Владимира Жутенкова, стартует 12 августа. 15 и 16 июля в Брянской области состоится межрегиональная агропромышленная выставка «Демонстрация День Брянского поля-2017». Ее называют «Двигатель в развитии аграрной отрасли региона» – инструмент продвижения современных агротехнологий ведения сельхозпроизводства. Но главное – это люди, профессионалы своего дела, ведущие производители сельхозтехники, оборудование, семян, удобрения, средства защиты растений, а также разработчики передовых инновационных технологий проведут семинары и демонстрационные показы своих продуктов, представят экспозиции на выставочных площадках. Гость студии «События недели» на Брянской губернии – руководитель агропромышленного холдинга «Добронравов Агро» Дмитрий Константинович Добронравов. Дмитрий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас всегда привыкли видеть в поле. Сегодня вы в студии. Насколько я понимаю, вообще в первый раз в студии? Да, я в первый раз на публичном слушании, тем более в студии. Без кепки чувствую себя некомфортно. С вашего позволения, разрешите ее одеть? Разрешаю, Дмитрий Константинович. Спасибо. Дмитрий Константинович, день поля. Подготовка к нему как ведется? На этих выходных оно проходит. В преддверии мы записываемся. Вы один из идейных вдохновителей, из организаторов, из людей, которые делают день поля. Ну да, я идейный вдохновитель, финансовый спонсор и один из отцов-создателей этого мероприятия. День поля у нас родился в 2007 году. В начале это было больше как дискуссионная площадка, фермеры. Мы приглашали к себе мировые мозги, старались их пригласить и чему-то научиться. Вот в начале это все было в виде каких-то встреч небольших. Во дворе дома какого-то там собирались 10-15 фермеров. И вот первыми нашими гостями в 2007 году были голландцы, которыми правдами-неправдами к себе заманили. Это Леон Ван Дервекин, как я помню, и руководитель компании Толсма Мартин Ван Делдал. Поэтому наша задача, мы умели производить картофель, мы не умели его профессионально хранить. И вот эти специалисты максимально с нами делились информацией. — А чего удалось добиться за эти 10 лет? То есть было, стало, было, стало. Хранить не умели как? Вообще не умели? Что с ним происходило? — Если мы возьмем 2007 год, то это рынок хаоса. Если мы возьмем рынок картофеля, рынок хаоса. Максимальное присутствие на рынке посредников, лиц кавказской национальности, которые в основном 95% объема скупали. Вот это было... — КамАЗа по 50 тонн, да, вот пройдет? — По 10, Газели, которые полторы тонны, по три тонны, которые толкали. Но важно было другое. Не было стратегии. Я не мог планировать свое производство. Я не знал график копки. Тем более не контролировалась вообще никак цена продажи. Поэтому мы могли выкопать продукт, у нас могли его не забрать. На следующий день проявлялся покупатель, который страшно опускал цену. И у нас вариантов не было. Нам приходилось им продавать. Помимо этого, на рынке присутствовали поставщики сырья, такие, например, как семян, или средства защиты растений, которые могли позволить себе поставить семена с карантинными болезнями или удобрениями средства защиты растений, с контрафактными. Мы сильно рисковали. Чтобы ситуацию исправить и как-то ее выровнять, отрегулировать, группа фермеров, семь игроков было в тот момент, приняли решение, что мы должны максимально работать своей себестоимостью. Это единственная наша Брянская область, где средства защиты растений, удобрения, техника поставляются под контролем крестьян, что мы этим получили. Мы получили себестоимость недорогую. Поэтому, когда мы выходим на внешний рынок, максимально агрессивный, очень конкурентный рынок, мы себе там за счет того, что у нас уже есть а, качественный продукт, что очень важно для нас, б, мы его приобрели дешевле, чем на открытом рынке, мы можем позволить себе выйти максимально комфортно на внешний рынок и комфортно там присутствовать. Вы говорите крестьян. Крестьян или фермеров? В чем отличие? Крестьянин – это тот, который работает на земле, зарабатывает на земле. Поэтому назовите его фермер, назовите его председатель хозяйства или крестьянин. Этот термин нравится больше. Дмитрий Константинович, как проводится подготовка сейчас именно? Что будет представлено? Чем планируете удивить на Дне поля зрителей? И кому стоит туда приезжать? На День поля в Коке? Конечно, День поля уже эволюционировал. Сейчас уже у нас больше ста игроков. Если раньше мы их упрашивали и, правда, не правда, заманили, то сейчас они сами к нам стучатся и просят запустить у нас на площадку. Все, что есть в мире, самого технологичного, самого современного, перспективного, мы, конечно, здесь на выставке выставляемся. И это в данный момент, это все будет на выставке видно. Дискуссионные площадки крестьянства, которые будут видеть технологии, мы еще приглашаем людей, наше окружение, наших сотрудников, наших семей сотрудников. Что нам это дает? Мы считаем, что трактористы – это наше представление, или, скажем так, 80% населения, что это низкооплачиваемое, непрестижное и дорогое. Я хочу вам сказать, что цена трактора – 17 миллионов, прицепного – 10. В руках у парня – 27 миллионов. И это мы сейчас говорим, если по одну операцию. Если мы низко добавим, то это 40-50 миллионов у парня. Мы не можем себе не специалиста держать. У нас они высокообразованы, высокооплачиваемые. Нам интересует все, что у этого парня от семьи до его жизнедеятельности вне работы. Что все было хорошо. Я имею в виду, что это насколько уровень серьезный. Сейчас уже 30 тысяч зарплаты – это очень плохой зимний месяц, когда практически ты лежишь на диване и 30 тысяч получаешь. Если ты сел за трактор или, не дай бог, за комбайн, поверьте мне, зарплата уже далеко за сотню. В Брянской области? У нас, везде, практически у любого профессионального крестьянина так есть. Сотрудники максимально комфортно себя чувствуют. Они получают высокие зарплаты. Они высокообразованные. И это высокообразованные. Это не говорит о том, что я пришел с университета, и я специалист. Нет, мой хороший. Тебя каждый год или каждый месяц, особенно в зимние периоды, мы приглашаем специалистов со всех компаний, будь то Амазонный, Кейс, Джон Дир или Лемкин. И эти специалисты учат наших сотрудников. И поверьте мне, то, что он приобрел в институте, и то, что он сейчас, это совсем другой человек. Большая разница. Да. Чем день поля 2017 года будет отличаться от предыдущих двух-трех? Самое главное мы самое главное сделали. Это передали его туда, где он нужен. Раньше мы его, крестьяне, его опекали. И с года в год какой-то крестьянин вел над ним шефство. На своей базе проводил, да? Да. Александр Васильевич, наш губернатор, там, Пуцко, Евгений, Владимир Александрович Жутенков, там, Добронравов. Поэтому это была опека. Мы создавали этот продукт, этот день поля. Сейчас мы сделали ход конем. Очень профессиональное решение было сложное, но очень правильное решение. Мы его передали в университет. Чтобы студент, который приходит к нам, учился и понимал, куда он попадет. То, что ему преподавали раньше в университете, и когда он к нам приходил, мы его практически переучивали полностью. Вот. Тот же профессор, у которого 30-летние или 20-летние данные по сельскохозяйству, они ежегодно меняются, а 30 лет это уже как доисторично, то есть мамонт. Он вообще был не в теме. Сейчас мы туда передали это все дело, и теперь считаем, что на базе университета это будет как наш инновационный центр. Это будет как Силиконовая долина, там, Сколково, не знаю. Здесь будут рождаться, опробоваться все идеи, которые существуют в мире. И притаскиваться, проходить апробация, демонстрационные посевы. И после того, когда не селекционер или, не знаю, производитель химии какой-то нам будет что-то продавать, наш профессор, наши студенты, наши крестьяне проявили апробацию и точно дают заключение. Поэтому очень сильно изменилось. Сейчас они к нам стремятся. Не мы уже их упрашиваем, а они к нам толкаются, говорят, пустите на нашу площадку, потому что вход на Брянский рынок только через День Поля. Профессор и сотрудник стали понимать, где в каком рынке они находятся. Люди, окружение, наша инфраструктура, наши сельские жители, наши городские жители понимают, что такое стало теперь сельское хозяйство. Какое оно индустриальное, какое оно высокооплачиваемое, какое оно капитализированное. Что сегодня самое важное? Это погода, про которую на федеральных каналах говорят, все-таки земля, или это агротехнологии и люди? Давно уже ушло то время, когда агродобув что-то мешало, типа погоды. Поэтому сейчас уже существуют технологии, например, если мы говорим о засухе, существуют засухоустойчивые сорта, как раз апробацию которых мы и проводим. Может, в России существует сотни сортов, но в нашем регионе комфортно себя чувствуют. Три, например. Мы, если по картофелю тоже говорим, 360 сортов. Точно так же мы тут возделываем максимум десяток. И то, если бы не было разновидно, чипсовый картофель, фри картофель и картофель для ритейла, то вообще бы еще меньше было продуктов. Надо выбирать из всего ассортимента лучшее и у себя это применять. Поэтому, когда сейчас говорят, что погода, ой, там мы потеряли, для этого есть регуляторы роста, для этого существуют системы профессиональной защиты, сортовые особенности, технологические. Мы раньше пашней занимались. Я уже сейчас как чуть-чуть в этой теме малость разбираюсь, то что такое пашня, да? Это потеря влаги, это микрофлора сверху и снизу отличается. Мы когда перевернули, пока почва восстановится, потом предплужную подошву никто не отменял. Как только мы ее создали, корневая система не может пробиться. Мир уже давно ушел, когда работают глубоко рыхлителями и готовят почву профессионально для посева, не используя плуги. Поэтому это самые современные технологии, которые мы сейчас видим. И здесь мы их опробуем и применяем. Какое будущее у сельского хозяйства, с учетом того, что вы рассказали, вот этих десятков нюансов, которые раньше не знались и не применялись на территории Брянского региона? Мой один хороший друг, я это и на генетическом уровне понимал, а один мой хороший друг мне совсем недавно подсказал, что если мы хотим идти быстро, мы идем одни. Понятно, что Добронравов, зная какую-то фишку, может быстро стартануть. Но если мы хотим идти далеко и долго, то мы должны все вместе сделать. Конечно, как только мы объединились, у нас появилось будущее. Мы можем профессионально работать в себестоимости, мы можем профессионально присутствовать на рынке. И я точно могу сказать, что на сельском хозяйстве при профессиональном подходе можно зарабатывать. Мы прекрасно понимаем тот рынок, который был 5 лет назад или сейчас рынок. И самое главное, к чему мы придем, сильно отличаются. Если мы говорим разницу 3 года назад, то мы радовались цене 15 рублей. И специалисты в теме понимали, что не будет такого, будет значительно ниже цена. Если мы возьмем этот год, то средневзвешенная цена по картофелю 7-8 рублей. Что же дальше? Это хорошо или плохо? Поверьте мне, будет еще ниже цена, еще будет агрессивнее конкурентность. И будет выживать только специалист, который может позволить профессионально работать с себестоимостью. Мы считаем, что какие же мы молодцы, что мы сейчас работаем по 100 тонн, по 200 тонн производим. Я однажды, когда был в Соединенных Штатах и разговаривал с крестьянином, мы дискутировали и общались. Он мне задал вопрос, скажи, пожалуйста, свою производительность. Я чуть-чуть приврал тогда, у меня килограмм 200 тонн в сутки было, а я ему сказал 360 тонн в сутки. Он улыбнулся, сказал, ну я точно так же. Я говорю, ну недалеко ты от меня ушел. Да, говорит, ну я точно так же, но только это в час. Поэтому, конечно, нам нужно смотреть на передовые страны, нам нужно работать с себестоимостью. А это производительность, это урожайность, это качество продукта. Давным-давно, это мы сейчас с вами привыкли, что картофель у нас грязный продукт. Ну, поверьте, весь мир уже, это эксклюзив, это большое удовольствие покопаться в грязи. Да, мы-то, это наша жизнь, а для них это очень дорогой продукт, когда ты сам его выбираешь, вот грязный продукт берешь. Там уже давным-давно 80% картофеля переработанного, и он весь чистый и упакованный. Это как у Задорного, наверное, все-таки с горохом, говорит. Вот русские, говорит, как хорошо придумали горох упаковывать, потому что они упаковки, ну, стручков-то они не видят, они видят горох уже упакованный. Кстати говоря, поймал себя на мысли, вы говорите, средневзвешенная цена на картофель, это как с нефтяными котировками. Брянский картофель – это наша нефть. Я хочу сказать, да, что бренд брянский, понятно, что мы давно уже столицей картофеля стали, да. И последние пять лет все, вся Россия ждет, когда стартанет Брянск. Мы позволяем на рынке присутствовать чуть-чуть югу, это берем там апрель-июнь максимум, да, вот, потом чуть-чуть уступаем Уралу в зимние периоды, потому что у нас все-таки логистика четырехрублевая, да, если товар стоит шесть рублей, довести его там четыре рубля, там мы на два-три месяца разрешаем его присутствовать. А так вся Россия, индикатор цены – это, конечно, Брянск. Я хочу сказать, что Брянск – это мясо Мироторга, я надеюсь, что это будет экспортоориентированный продукт, и весь мир его будет есть. Конечно, это картофельная столица, и не нужно забывать, что у нас был такой легендарный человек Казаков, и, конечно, малина его, и его сорта, которые здесь у нас изобретены – это наши бренды. Малина, Мироторг мяс и картофель. И Брянский лес. И Брянский лес. Но это тоже бренд. Дмитрий Константинович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, и больших успехов вам и вашим коллегам во всем Брянском регионе. А нашим телезрителям я напомню, что гостем программы «События недели» был крестьянин Дебронравов Дмитрий Константинович. Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной. Главное, будут подведены итоги Дня поля. Сюжеты из Кокина смотрите в воскресенье. А подробный отчет с разных площадок мероприятия в эфире телеканала «Брянская губерния» в 17 июля. Я, Артем Сухоломкин. На этом с вами прощаюсь. Смотрите «Брянскую губернию». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин